Беспечность хозяев сыграла на руку злоумышленникам. Жильцы одной из квартир на переулке Северном-3 не закрыли входную дверь. Преступник незаметно зашёл в квартиру и украл вещи. Неизвестный, открыв входную дверь квартиры, похитил лежащую на полке сумку, а также куртку и скрылся. Дверь была не заперта, а заявители и члены его семьи находились в квартире на данный момент. Пока по данному факту лицо не установлено, возбуждено уголовное дело по пункту А, части 3, статьи 158 Уголовного кодекса о краже. На пешеходном переходе по улице Силкино пенсионер сбил 10-летнюю девочку. При допустимой скорости автомобиля и достаточно освещенной дороге мужчина не заметил ребёнка. Девочка 2010 года рождения получила телесное напряжение в виде закрытого перелома левой бедренной кости, нижней трети со смещением. И после осмотра врачом была госпитализирована в хирургическом отделении КБ-50. По словам начальника ГИБДД, мужчина с положительной водительской историей. Что его отвлекло и почему он не увидел пешехода, теперь будут разбираться сотрудники госавтоинспекции. В сетевом магазине другой саровчанин украл алкоголь и продукты на сумму более 2100 рублей. Директор организации обратился в полицию. Правоохранители изучили записи с камеры, нашли вора. Сотрудниками МВД России по Затусуров был установлен саровчанин, ранее судимый за аналогичные преступления. По камерам видеонаблюдения было явно видно его внешний облик и лицо. То есть маска не смогла в этот момент защитить преступника. С 30 декабря и все новогодние праздники сотрудники ГИБДД будут проводить операцию «нетрезвый водитель». Госавтоинспекторы напоминают, что безопасность водителей и пешеходов зависит от их сознательности и соблюдения правил на дорогах. Дарья Козина, Евгения Шевцова, Александр Мальков. Служба новостей. Саров-24.